так значит я тут хочу поделиться одной информацией по поводу по поводу технологии которые будут созданы даже не совсем технологии вот так сказать суть того что я хочу сказать вообще о том о боге разница между богом и тем кого как бы якобы ну но называют богом сегодня в фейсбуке вылетела новость одна и там один проповедник там правда на английском языке но с америки женщина просто подписала там что то что он говорит как бы это но достаточно тяжелая пища в принципе дух божий мне об этом открывал уже вот я пытался высказываться по этому поводу больше пока не стал высказываться потому что не чувствовал возможности что ну как то еще это очень достаточно актуально на данный момент для тех кто с кем я имею общение но как бы сегодня увидел и он как вот этот проповедник значит рассказывает там ну видно просто по сюжету там две картины стоят на одно иисус распятый на другой просто иисус так богдан беги вот на другой просто иисус значит держащий в руках свет вот и подписано что все это значит идолопоклонство казалось бы как бы может быть ну что якобы поклоняться этим как бы картинам там да там все такое но нет дело не в этом дело даже не в преклонении перед картинами просто еще раз дух больше мне напоминает о том что вот это вот преклонение перед человеческим образом иисуса это есть идолопоклонство то есть поиск иисуса человека и попытки изобразить его в своем сознании как человеческое существо это уже идолопоклонство почему потому что моисея было сказано очень твердо помни твердо сердце своем что ты была будучи на горе не видел никакого образа и там четко указано человеческого чтобы тебе сделать изображение его и стать как иной и начать поклоняться этому изображению до человека начать поклоняться изображению человека христианство глубоко погрязло именно в этом идолопоклонстве она конечно же отвергла идолопоклонство сфере того что преклоняться перед иконами и продвинутая как бы так сказать христианство она уже не поклоняется и код уже как бы не ставит перед собой изображение до каких-то святых не молится этим изображением да если же кто-то нарисовал иисуса ставят ну как бы если такая есть картина да там у кого-то там то опять же не мне преклоняются перед этой картиной но у людей в сознании находится образ человека и у них вот это вот есть огромная ложь и дело в том что не рожденные свыше я еще раз как бы все раз повторю не рожденные свыше никогда никогда не смогут осознать тот факт что бог не является человеком бог никогда не являлся человеком не является человеком и не будет никогда человеком он стал человеком но он не является человеком он не человеческое существо имеющая голову руки ноги как у нас есть он может находиться в человеческом теле он может как бы так сказать воплотиться в человеческое тело но он не человек и еще хорошо говорил просто вспомни пожалуйста вот эту фразу отец мой более меня то есть еще четко отделял себя человека я не говорю про разделение да что якобы теперь не единое целое нет но четко отделял себя как человека от отца и как бога нам до сих пор пор кажется что еще это вот именно тот иисус это и есть бог и слово стало плоти это имеется ввиду всем человеком соединилось с человеческим существом но у бога нет человеческого образа в нашем понимании вот там написано в писании да по создать им человека до в образе нашим и в нашем подобии и нам кажется что это имеется ввиду именно выглядеть как бог внешне вот это вот составляющие руки ноги все но почему-то павел пишет о том что взирая на славу божью когда ты взираешь на славу божию ты не видишь никакого человека ты не видишь никакое человеческое существо слава божья не имеет вот этих вот границ и рамок человеческого существа ты не преображаешься в похожесть внешнюю ты преображаешься где ты преображаешься в откровении ты становишься словом божьим полным подобием того что еще есть смотря на славу божью преображаемся в тот же образ выйдите 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 отсюда преображаемся в тот же образ от славы в славу от силы в силу как от господни духа и павел пишет господь есть дух он не человек он дух и он дух святой то что еще говорит когда еще был в этом теле в человеческом он говорит я приду опять до вернусь это не он как человек вернется я прибуду с вами до до скончания века это именно отец говорю устами своего сына то есть здесь как бы ну должно быть в принципе понятно и я еще хочу сказать о том что если дух святой открывал по поводу того если ты откроешь библию этот книгу откровения я все никак не мог понять думаю что за образ в конце там написано и позволено ему было оживить это 13 глава конец образ зверя чтобы образ зверя говорил и действовал чтобы был убит тот кто не будет поклоняться образу зверя то есть и первое о чем хочется как бы ударение поставить что когда люди начинают искать человеческий облик бога они утыкаются на антихриста они утыкаются на дух антихриста на дух вот этого зверя то есть это настолько опасная тенденция что мы даже не понимаем что насколько это опасно потому что когда ты ищешь человека и ты думаешь что иисус это человек ты всегда уткнешься на противоположность бога которая будет выдавать себя за бога будет убеждать тебя что что он бог но это все будет вне тебя ты всегда будешь как бы утыкаться на то что ну как бы и все ты внутренности своей никогда не будешь обращаться ты всегда будешь обращаться куда-то вне хотя и будешь вроде бы подозревать подразумевать о том что он в тебе некое человеческое существо которое вроде бы тело даже не имеет да оно в тебе как бы живет где-то там находится где-то там ходит люди никак не могут понять что это это вообще не является истинной когда ты понимаешь что бог это дух который везде совершенно как воздух куда-то не не сунься ты всегда уткнешься в воздух который ты дышишь даже самое поганое место в какой бы ты не пришел там здесь воздух и ты дышишь свет тоже самое солнечный когда ты днем ходишь ты везде его видишь этот цвет ну не сам свет ну как бы вот свет светло везде ты везде видишь вот эти вот какие-то фигуры все в общем ну то у тебя все видно вот бог это примерно вот это и есть но только концентрации его находится внутри тех кто рожден от него потому что он есть слово откровение познания бога чего так беги нет не надо пока он есть слово откровение вот кто есть сын божий то тот кто является словом бога живого то есть откровением которая в которое преображает бог то есть он рождает внутри тебя познание понимание откровение дает тебе рождает внутри тебе слово божье то есть приходит некая информация до рождается внутри тебя и ты преображаешься в эту информацию но я уже грубо говорю информацию что понятно было о чем вообще речь это есть слово божье в которой теперь это и есть сын бога живого но ты же не не сталкиваешься ни с каким человеческим существом которое тебе говорит которая с тобой как некоторые говорят ну вот я чашку чая ставлю там я кофе там пью там и себе ставлю и ему ставлю я вот верю что иисус вот он со мной и они рисуют не бога на самом деле они рисуют духа и нас и и с ними уже начинает общаться нет дух святой дух антихриста который выдает себя за бога нет конечно может быть простительно когда человек не понимает но это игры для храда хорошего не доводит это всегда приведет к к тому что начиная через эту дверь открытую сознание из-за неосознанности того кто такой бог всегда начинает вторгаться в жизни этого человека дух антихриста и дьявол начинает играть сознанием этого сущего этого человеческого существа которое думает что это бог и потом некоторые начинают вот я с иисусом танцую с кем ты танцуешь а вот иисус ко мне приходит является ко мне кто к тебе является то что писание читал это читал описание сей муж вознесся от вас на небо придет точно таким же образом он еще не приходил и когда он вернется он не будет вот так вот кому-то чем видит духа приходить это не совсем прямо весь целиком бог потому что мы все в совокупности физически он снова стала плотью то есть мы это плоть которым становится это слово это не только иисус христос один в единственном экземпляре вот который был распят это все мы рожденные от духа божьего мы все это он мы все это вот это вот огромное тело это 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 буквально в буквальном смысле это и есть иисус христос ходящий по земле они все ориентированы на какого то это говорит о том что либо человек не рожден свыше либо он обманут если он рожден свыше дух больше должен объяснить им если не объясняет значит он не дитю божье значит ему нужно родиться еще свыше прийти к осознанию вот и значит библия открывается давай позволено ему было оживить образ зверя здесь нужно сейчас хочу немножко заострить внимание про образ образ зверя оживить образ зверя я все думал ну может быть эта картина думаю нет картина не может быть почему по одной простой причине но это не это 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 не та технология во первых это не технология здесь что-то должно быть другой то есть тогда это непонятно было может быть то что видел я там действительно было это и было то что он видел но он по уровню технологического прогресса который существовал в то время включает вот он все равно не мог и в своем сознании осознать что это на самом деле максимально как бы выложил образ зверя а ты знаешь сейчас существует технологии уже и голограммы я думаю существует вот этот фильм звездные войны там есть технологии которые позволяли ну показаны как бы технологии которые позволяли я говорил об этих технологиях что у нас будет такое общение когда-то это придет этот мир серьезное что точно она после этого создадут другую технологию это все движется к этому вот что же за технологии технологии голографические технологии они существуют уже 3d технологии голографии и и я видел видяхи где реально спала прямо выпрыгивает кит и люди все видят как будто это происходит ну это это вообще не не физически пол это это море он выпрыгивает и прыгает в это воду опять как бы и это все происходит как будто бы это реально происходит то есть 3d технологии голограмма то есть такие существуют уже существует вот у нас не существует технологии еще по передаче данных так чтобы я например тебе позвонил а и вот как групповой чат да и опачки те кто захотели как бы встретиться и мы раз и вроде бы как бы в одном месте находимся ты одеваешь такие очки и как бы и мы все как бы друг друга видим мы можем на вот таком вот технологически высоком уровне общаться и такое общение она будет это придет технологии это будет это сто процентов вот как бы вроде бы наши такие аваторы вот вот эти вот голографические находимся в одном месте внутри этих аваторов как то есть физически ты находишься в одном месте а виртуально ты находишься вот может быть у кого-то дома на там стоят вот эти вот приборчики на несколько человек и как бы с этих приборчиков мы все друг друга видим общаемся с нормальной как бы это технология в принципе технологии это то же самое как и нож у тебя в столе смотря кем она вам все используется так что тут ничего тут нету страшного самой технологии но эти технологии окажутся и оказываются в руках вот этих вот людей и бог сам как бы отдаст в руки получается вот и то есть создадут и они наверняка и уже создают какой-то образ вот этого зверя только нас ну для не они конечно не выдадут это как зверя они выдадут это все это иисус христос а в мире произойдет такое в кавычках пришествие иисуса слушай слушай внимательно в мире произойдет в кавычках пришествие иисуса но что интересно мы все заметим что странно воскресение мертвых как-то нету но пришествие иисуса произошло и там будет выдано все как молния сверкающая то есть все об этом узнают явится вот это вот голограмма очень реалистичная настолько реалистично что она физически будет ощутимо будет творить вот эти вот чудеса и знамения и огонь снизводить с неба в доказательство того что я есть бог поклонитесь мне склонитесь передо мной ребята я вернулся в этот мир я вам даю шанс покаяться вот эта голограмма будет везде возвещать о том что он и есть бог даже интересно и это голограмма я предположил что скорее всего будет наделена искусственным интеллектом сейчас я тебе скажу какие технологии еще существуют сейчас распыляют это уже известный факт а значит такие есть вот на небо если ты посмотришь иногда сейчас у меня у меня тут облака и бывает такая солнечная погода но немножко такая вроде бы не совсем солнечная и на небе такие как клеткой такие как будто самолеты вот но проехали там в одну сторону другую сторону вот видела обрати внимание как-нибудь солнечную ясную погоду что на небе на твоем происходит бывают такие дни в которые именно вот это вот есть такие это называется химиотрассы что это такое самолетов распыляют это даже может быть самолет просто ну гражданский самолет но в двигатель зарядили одну из интересную штуку которая просто самолет летит и оттуда распыляется нано роботы ты незаметно для себя начинает вдыхать эти нано роботы они проникают не просто в кровь они проникают глубоко в кровь в каждую клетку человеческого естества и они начинают влиять на физическое вот это вот если у человека сознание причеплена к физическому телу для чего говорят что сознание это часть головного мозга и они так сильно так убеждены в этом и всех так убеждают что это часть головного мозга несколько ученых которых посчитали что ну и многие вообще не согласились и это вообще нигде не говорят заметь об этом даже не распространяют стараться чтобы это вообще никто не узнал об этом распространяет только лишь то что голова наша является и является физическая глава нашим сознанием что там типа вот эти вот нейронные всякие штучки выстраиваются из-за мыслей и вот это вот есть психолог каранель лиф она хороший конечно психолог очень хорошие вещи делает но она также ошибается в том что думает что головной мозг является частью нашего сознания наше сознание вообще не является частью нашей физической природы она родилась до во время нашего физического рождения но она не является частью природы рожденного свыше а человека частью физической оболочки она является она должно оторваться от физического естества и стать частью духа и тогда вот эти все технологии не способны на тебя влиять но я чеш не сказал что она делает тут это вот на на роботы они попадают кровь они начинают значит взаимодействовать своим физическим телом твое физическое тело становится подконтрольным и управляемым тем кто там сидит и он там на кнопки нажимает там в этом программами и человека запускаются определенные программы и он под воздействием этих программ а его сознание если она является частью физической оболочки начинает слушать эти программы и у него начинаются галлюцинации он даже не понимать что происходит он попадает в игру он попадает в другую реальность для него уже и это собираются сделать со всем миром перевести мир в из одной реальности которой люди находились в другую с помощью вот этих технологий и вот в том мире там будет существовать вот это вот голограмма и которую люди будут видеть будут думать что это иисус христос и они настолько будут одурманены не просто информацией они будут видеть это все реально реалистично и все эти ложные чудеса для них будут реальностью потому что они будут происходить у них на глазах и это как в матрице те кто подключены он их убить даже сможет потому что вот как тут написано чтобы он говорил и действовал так чтобы был убит тот кто не будет поклоняться образу зверя и для всех это будет таким как бы кажущимся моментом что это якобы вот и есть бог который карает за то что перед ним не преклоняются перед ним не поклоняются все будет доведено до такого некого в кавычки совершенства и 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 все и и и и объясню давай хорошо это в общем у меня было и групповой чат был вот сейчас он там как бы завершился один человек был вот в этом группам чате который мы рассказываем но я рассказываю также тебе это тому тому кто это сейчас ты это слушаешь смотришь как бы вроде бы видео но не видел вот в ю тубе тут где ты слушаешь это с ю туба вот поэтому вот эти вот технологии они они будут существовать они будут поэтому поэтому с этим нужно быть достаточно просто просто внимательно к тому кто твой бог внимательным к тому кто твой бог внимательно просто посмотри сейчас внутрь себя загляни внутрь себя в глубину себя посмотри просто что твой бог действительно ли это это человек у тебя сейчас может возникнуть конечно абсурдное представление скажешь но он же человек нету не человек скажешь но это ты антихрист потому что ты же говоришь он не человек скажи мне пожалуйста где он сейчас человек посмотри в евангелии от иоанна еще говорит я вернусь к вам ты скажешь но это втором пришествии нет очень хорошо сказано немного вы поскорбите чуть-чуть и я как бы опять приду к вам то есть понятно что речь идет не о человеческом существе по имени иисус христос поэтому просто посмотри кого ты ищешь тысяч человека иисуса христа или ты ищешь духа святого по имени и шоу и он есть ха маши 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 их над всеми маши их он бог который стал человеком воплотился и потом же происходит ситуация при которой он при которой он просто-напросто в день пятидесятницы возвращается вновь тот же самый бог который стал человеком ходил в этом человеческом теле по имени иисус христос это слово живого бога потом этот же самый дух святой возвращается он духов святой дух он возвращается обратно он приходит обратно возвращается и его телом и он становится опять человеком но не человеком одним в одном единственном экземпляре он становится человеком и в день пятидесятницы обретя новое тело обретя новое тело став новым телом которая уже состоит не из одного человека иисуса христа которая состоит из многих человеков весь этот большой человек состоящий из множества человека и есть иисус христос но опять же ты скажешь ну вот уж тогда было нет это ты и я рожденный от духа божьего если конечно же ты сейчас не начинаешь мне говорить что я антихрист тогда по сути дела ты не есть иисус христос скажешь ну да и не есть иисус христос но я тебе об этом и говорю что ты не сисус христос а я это вот ты действительно антихрист потому что ты сказал что и как писание написано многие придут под именем моим и будут говорить что это я есть разница прийти под именем его или прийти и этого ты сейчас опять скажешь ну вот ведь тогда получается ты пытаешься сказать что второе пришествие уже было нет я не пытаюсь сказать вернется этот человек иисус христос но он еще не вернулся он еще не вернулся и он и не является тем существом перед которым я должен преклоняться услышь меня я должен преклоняться перед отцом перед богом приклониться перед ним всякое колено небесных земных преисподних перед кем перед словом божьим внутри меня слово божье иди скажи братьям моим говорит он мария перед тем как он должен первый раз вознестись ухожу к отцу моему отцу вашим в богу моему богу вашим иисус христос до распятия он говорил о том что я возвращаю вам об отце об отце возвращая об отце возвращая об отце возвращая об отце который во мне я в нем отец является словом божьим которая стала человеком и этот отец он вернулся опять день пятидесятницы перед ним переклониться всякое колено перед отцом вспомнил вспомни пожалуйста так же место в писания где написано что ложит всех врагов под ноги кого под ноги иисуса христа да и сам сын потом преклониться как бы ну как как там преклониться там сказано сам сын до которого бог склониться потом как года то есть все дело понимаешь все направление на отца на отца мы не ищем иисуса христа человека мы ищем духа святого по имени иисус христос духа святого не смысле еще какую-то отдельно взятую личность дух святой он и есть святой отец есть святой дух он дух и он святой в не он не есть человек он он как воздух я еще раз повторяюсь уже говорил поэтому вот так вот как поэтому вот так на этом на на закончу достаточно много говорил уже об этом думаю надеюсь дух святой тебя вразумит сейчас откроет тебе реальность откроет тебе истину покажет тебе реальность истины откроет тебе значимость понимание то ясность понимания утверждение реальность во имя и шоу аминь